Вот в ходе сегодняшнего нашего разговора выясняется, что те подписи, которые есть, они не все реальны, не все действительны. Кое-кто подписался за другого. Я думаю, что следственным органам надо просто разобраться в подлинности этого документа от начала до конца. Привлечь к судебной ответственности, потому что за фальшивые данные надо отвечать. Это есть очень большое оскорбление чести и достоинства ветеранов. И поэтому к этому надо подходить со всей ответственностью высокой нашей человеческой морали. Ну что, там моя подпись стоит. Я не подписывала. Я даже не ходила никуда, потому что у меня очень большое горе. У меня погиб внук. В эти дни приезжал ко мне сын. Как говорится, мы занимались то похоронами, то поминками. Я никаких писем не подписывала. Поэтому мне, я даже посмотрела, это абсолютно не моя подпись. Видимо, не только надо будет осудить это письмо, тем более прокрываясь именами участников Великой Отечественной войны. Ведь собрали целый клубок подписей и других категорий ветеранов. Так надо было бы их тоже упомянуть. А ведь, видимо, они совсем их никогда и не подписывали, и не видели этого письма. И мне кажется, надо будет обязательно разобраться с этим вопросом. А нам надо осудить это письмо, как письмо, которое является ложным для ветеранов войны. Никуда я абсолютно не ходила. Почему? Потому что я дожидалась седьмое число и хотела, чтобы встретиться на площади. Я думала, что не то, что там писатель, какую-то клевету писатель. Мне этого даже в голове не было. Я просто хотела встретиться лицо к лицу, и все. Что касается письма, вопроса такого даже ни разу на совете ветеранов не ставился. Я об этом услышал вчера. Как таковое, там ветераны, которые там указаны, Во-первых, там указаны, как, например, Крюков. У нас есть Крюков Григорий Семенович, который ведет активную патриотическую работу в школе номер 61, и на других мероприятиях везде. Здесь написано, как там, Иван Михайлович, по-моему. Крюков Семен Михайлович. Семен Михайлович. Да, есть написание Семен Михайлович. Семен Михайлович, как таково нет. Также там есть участник Ксенилкин, Иван Трофимович. Да. Это, ну, ясно 100%, что они это ничего не подписывали. И совет ветеранов, это вот сейчас наверняка другие председатели, они об этом даже ничего, никто ничего не слышал. А их 30. Для политического решения это слишком мелковато, будем говорить так. Это такой подлинненький шаг из-за угла. Кого-то обидели, у нас слишком много оказалось в городе людей, обиженных разными ступенями власти. Власть быстро менялась, люди приходили совершенно другие. И многие, посчитав себя вот в этой обиде, обязанными, как говорится, мстить, сделали вот эту вот такую подлинненькую вещь. Сотни участков, которые нужны городу, проданы за копейки. Естественно, вот это все, это не ветераны. Мы должны ветеранам сказать сегодня спасибо в преддверии победы. В преддверии того, что они сделали эту великую победу. А вот это все, это шелуха. На здоровом теле она отпадет, и этого ничего не будет. И я думаю, что мы должны понимать все, и наши ветераны, и граждане города, и вся наша власть. Чем быстрее мы пройдем эту серую полосу декриминализации власти, чем быстрее расчистим это все от всяких незаконных строений, почему это 7 лет, кафе стоит незаконно построенное, да что стоит там прикормить десяток людей, которые придут там и будут считать, что они там, значит, хозяева. На самом деле это не так. Поэтому навести порядок с моментами, когда это вот подписи там поставлены, конечно, Максим Атеич абсолютно прав, нужно разобраться тем, кто отвечает за эти вопросы. Оскорбительно для ветеранов участников Великой Отечественной войны вот такое письмо, которое было интимно написано и отослано куда-то. Я считаю, что это достаточно, надо просто разобраться и наказать тех авторов письма, которые действительно написали это письмо. А подписи вот эти фальшивые действительно никто, по-видимому, не подписался, подписал тот, кто эту анонимку сочинял. Удивлен, что сегодняшний праздник втянули в эту грязную историю участников войны, которые совершенно непричастны к тем делам, которые творятся, беззаконно творятся в наших районах. Я полностью согласен с тем, что власть наша настоящая наводит порядок, а при наведении порядка возникают различные, так сказать, каверзные вопросы, которые нужно разрешать не ветеранам, а местной власти и областной власти, привлекая для этого при необходимости соответствующие органы. Вчера в сети интернет было выложено письмо, написанное от имени группы ветеранов войны, труда и вооруженных сил тракторозаводского района. Письмо не к кому-нибудь, а к министру иностранных дел Германии Штайнмайера. О чем же речь идет в этом послании? Может быть призыв к прекращению враждебной политики в отношении России, снятию санкций, к установлению мира на многострональной земле Донбасса. В конце концов, может быть, германского министра просто поздравляют с днем падения нацизма. Ничего подобного. Министр иностранных дел Германии в канун 9 мая просит защитить от сноса по решению суда кафе Боцман на Спартановке. При этом авторы письма изображают кафе не заведением общепита, а чуть ли не главным военным мемориалом Волгограда. Это выглядит абсурдом, карикатурой, но именно такую подлую и глупую фальшивку разнесли вчера по миру от имени наших товарищей. Именно фальшивку, потому что ветераны не писали и не отправляли это обращение. Правда же заключается в том, что никакого зала боевой славы в кафе Боцман нет. Это обычная забегаловка, отличие которой от других только в том, что построена она незаконно и подлежит сносу по решению суда. К сожалению, всегда находятся те, кто пытается опорочить символы атак американских СМИ на родину-мать, которые в эти дни назвали уродливым сооружением, одна из таких попыток. Бесстыдная история с кафе Боцман встает в один ряд с такими неумными и подлыми нападками, но мы уверены, испачкать родину-мать, очернить победу, замарать Сталинград не удастся ни за океанским русофобам, ни домороченным проходимцам. Руки коротки. Они не испортят нам великого праздника. С Днем Победы! Днем Победы!